Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 732. Событие дня. Филиппийцам 1.28. И не страшитесь ни в чем противников. Это для них есть предзнаменование погибели, а для вас спасение. И сие от Бога. За 14 декабря 2017 года. Максим Некрутенко. Я сегодня был в Национальной библиотеке в Киеве. Какая у вас книга самая интересная и полезная? Потому что все их я не смогу прочитать. Отвечаю. Самая интересная, конечно же, симфония на неканонические книги. Но ключом для всех книг является книга для Слова Божия нет уст. Потом открытым оком, начиная с первого тома и далее. Артем Малыхин. Мир вам, Игнатий Тихонович. Скажите, я не совсем понимаю рождение свыше. Это значит, нужно принять правильное крещение? Или это что-то другое такое? Я отвечаю. Рождение свыше для православных. Фаст Геннадий в Ютубе. Вот сами зарядите это и найдете. Вот все показано. И там, когда зайдете туда, выйдете и посмотрите рядом, сколько еще стоит таких объяснений его. Юрий Лобусевич. Дорогой Игнатий Тихонович, мир вам и Божьи благословения. Меня интересует вопрос о крещении. В вашей книге описывается причины, по которым можно крестить через обливание. А одна из них – это болезнь. Я был крещен именно так в детстве, поскольку умирал. Так действительно ли мое крещение? Отвечаю. Кто крестил, как? Это знает только тот, кто видел. Если же нет свидетелей, ну тогда 6-й Вселенский Собор, правило 84-е. Оно гласит так. Последуя каноническим постановлениям отцов, определяем и о младенцах. Каждый раз, когда не обретаются достойные свидетели, несомненно утверждающие, я как крещен и суть. И когда сами они по малолетству не могут дать потребный ответ о преподанном им таинстве, должно без всякого недоумения крестить их. Да таковое недоразумение не решит их ощущение таликой и святынею. Отвечаю. Некоторые спрашивают, а вчера тут занимались наши, и спрашивают, а первый, второй, вселенский, четвертый Вселенский Собор и шестой, а где же пятое? То что-то у меня нет. Я утром глянул и говорю. Правил Пятого Вселенского Собора нет по простой причине. По тем временам, что голосовать было некому, как учредительному собранию России в 1917 году. В зале гремели мечи. Епископы прятались под скамейками. И тут сразу зашел у них там, скажется, Евтушенко Сергей говорит, вот это Игнатию Утерном. А они там долго беседовали. Но я им даю о канонах. Вся книга правил со всеми соборами насчитана мною. Каноны церкви. Восемь файлов. А один файл два часа пять минут. Максим Некрутенко. А такое крещение правильно и показывает. Ну там, на Украине. Ну такое крещение, как они там, что делают. Я отвечаю. Ну и что тут есть евангельская по канонам церкви Христовой? Пришли мирские люди. Таков же, видимо, и поп, рукоположенный ранее 30 лет. А 6-й Вселенский Собор, правило 14-е, говорит. Правило святых и богоносных, отец наших, да соблюдается и всем. Добав опреситера прежде 30 лет, не рукополагать, если бы человек и весьма достоин был, но отлагать до уреченных лет. Ибо Господь Иисус Христос в 30-е лето прихрестился и начал учить. Подобный диакон прежде 25 лет, и диакониса прежде 40 лет, да не поставляется. Некий Сарийский Собор, 11-е правило, Карфагенский, 22-е. А 15-е правило 6-го Вселенского, гласит типа диакон, да поставляются они прежде 20 лет возраста. Если же кто, в какую бы то ни было священную степень поставлен будет, прежде определенных лет, да будет извержен. Извержен. То есть и папа никакого нет, он извержен. Музыка, они сопрали, быть может для этих людей с барабаном, хороша, с пением совершенно не церковным. Кто составлял этот видеоролик, тоже неверующий, иначе бы он не стал этой музыкой и пением осквернять предполагаемое таинство крещения, которое так и не совершилось. Дитя не было погружено, хотя и воды хватало, и времени. Поп должен быть тут же разжалован и изнан вон, извержен из сана, как осквернитель таинства. Женщины ни одной не было с закрытыми волосами. Так, для виду, что-то на полголовы наброшено было. Перекреститься, совершить крестное знамение рукой не могут. Их даже не научили символу веры, прочитать не могут. И церковные слова, и научения священника заглушены были, если они вообще были там. Фокусируют внимание на том, что ко крещению никак не относятся. Святые вокруг храма, коляска, ребенка там зацеловали, видно, что он один. А было бы их больше ребятишек, так некогда целоваться. Самому же крещению была посвящена одна неполная минута. Да и та показала небрежение и мерзость на святом месте. Иеремия 48.10 Проклят, кто дело Господне делает небрежное, и проклят, кто удерживает меч его от крови. Ну, дело Господне, нет, делает священник, крестит. Ну, понятно, что он, даже если бы землю копал, и то Господне дело. И кто-нибудь, да нет, Бог их не накажет. Нет, ты сам проклят будешь. На них меч, Бог их убьет опять. С колокольни вниз головой полетят попы. Из 18 минут и 20 секунд, как крещению, этот ролик столько, отведено было для крещения едва ли 29 секунд. Да и те испохабил неверующий поп. Сам, вероятнее всего, обливание сокатоличенный. То есть, не крещеный. Матфея 24.15 Итак, когда увидите мерзость запустения, рещенную через пророка Даниила, стоящий на святом месте, считающий, да, разумеет. Ну, это я простой ответ даю. Ну, если разобраться, да, какой мой ответ-то? Ну, если найдете, то Сафония 3.4 Пророки его, люди легкомысленные, вероломные, священники его оскверняют святыню, попирают закон. Михея 3.11 Главы его судят за подарки, и священники его учат за оплату. А здесь даже не учат, а оплату дают. И пророки его предвещают за деньги. А между тем опираются на Господа и говорят, не среди ли нас Господь, не постигнет нас беда. Ой, храм, 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 все строят, 200 храмов в Москве надо построить, безбожники. А душе не беспокоится, и толпами, толпами идут сектанты люди. Об истинном же крещении можете узнать на этом ресурсе, показывает, так нам на форум зайти. Елена Душенковская. Многоуважаемый Игнатий Тихонович. Учусь, учусь, учусь и учусь по вашему видеоканалу и сайту, по всем вашим сокровищам. Вы открыли мне новый прекрасный мир православия, хотя я и была православной еще до того, как узнал о вас. Дай Господь вам крепкого здоровья и многое лета. Всегда вспоминаю вас в молитвах. Очень хотелось бы пообщаться с вами вживую, но пока у меня не подключен скайп, пытаясь исполнять заповеди Божии и говорить о Христе, о спасении людям, которые встречаются в моей жизни. Хотя раньше, до того, как нашла ваш канал, мне казалось, что не нужно говорить много о вере другим людям, что это что-то сугубо личное дело каждого человека. И вот мой вопрос в том, где грань? Ведь мы, христиане, не должны насиловать человека прийти ко Христу в церковь. В посланиях Титу сказано «Глупо же состязание и родословие, споро, раз при отзаконе удаляйся, ибо они бесполезны и суетны». Еретика после первого и второго вразумления отвращайся, зная, что таковой развратился и грешит, будучи самоосужден. Титу 3.9.11. А в книге пророка из Икииля написано «Сын человеческий, я поставил тебя стражем дому Израилеву, и ты будешь слушать слова из уст моих, и будешь вразумлять их от меня. Когда я скажу беззаконнику «Смертью умрешь», а ты не будешь вразумлять его и говорить, чтобы отстеречь беззаконника от беззаконного пути его, чтобы он жив был, то беззаконник тот умрет в беззаконии своем, и я взыщу кровь его от рук твоих. Но если ты вразумлял беззаконника, а он не обратился от беззакония своего, от беззаконного пути своего, то он умрет в беззаконии своем, а ты спас душу твою. Если праведник отступит от правды своей и поступит беззаконно, когда я положу перед ним преткновение, и он умрет, то если ты не вразумлял его, он умрет за грех свой, и не припомнятся ему праведные дела его, какие делал он. Я взыщу кровь его от рук твоих. Если же ты будешь вразумлять праведника, чтобы праведник не согрешил, и он не согрешит, то и он жив будет, потому что был вразумлен, и ты спас душу твою. Из Икииля 3, 17, 21 Так сколько же раз нужно вразумлять-то человека, если, допустим, этот человек близкий родственник и не хочет слышать? Некоторые из моих родственников мне задают вопрос. Вот вы, христиане, считаете, что истина только во Христе? А что же с другими-то, с мусульманами, с буддистами? Сколько их на земле? Что, они все погибнут? Они тоже хорошие. И Христос не был христианин, и Будда не был буддистом, и Мохаммад не был мусульманином. Они все учителя, которые учат любви. При этом, когда человеку говоришь, что истина только во Христе, постоянно говорят, а что же с другими? При этом человек занимается йогой, увлекается чтением эзотерической литературы, буддийской, индуистской, по-разному гуру и тому подобное. И восхищается тем, что он считает. Христа не отрицает, но наравне с ним у него и Будда, и Мохаммед. А еще этого человека прещает идея, что Будда якобы всех в рай заберет. Когда пытаешься образумить человека, говорит, оставь все как есть, прими меня такой, как я есть. Я тебя люблю и принимаю такой, как ты есть, и никакого не осуждаю и наслаждаю жизнью. Это священники есть такие, пишутся без пробелов, всех люблю, никого не осуждаю. Хотя сам человек крещеный, и вся семья его, и даже иногда ходит в православную церковь, жалко. Но что можно сделать? А что сказать? Или остается только молиться? Вот видите, какой вопрос, и для него, видать, этот вопрос не сегодня созрел. Потому что родственники вон какие. Я отвечаю, Ев 21.14. А между тем они говорили Богу, отойди от нас, не хотим мы знать путей твоих. Ев 21.17. А они говорили Богу, отойди от нас, и что сделает нам Вседержитель? Ев 21.15.17.6. Жалоба нам спастись. Нет. А вера от слышания, слышание от Слова Божия. Юрий Соболев. Мир вам, Игнатий Тихонович. После скайп-встречи всегда очень сильно впечатление. А еще и благословения такие чудные, удивительные. И все в один день, именно сегодня. Совпадение? Известный научный портал неожиданно разместил майор исследований. Я наткнулся случайным. Пришла рецензия от серьезного научного журнала, который я ждал почти год, с положительным решением. Мой доклад, который я готовил для руководства, хорошо приняли в столице. Во всем этом вижу радость не от самих событий, хотя они и приятны, а радость от того, что жив Господь, действует Святой Дух. И все повторюсь в один день после общения с вами. После скайп-встречи именно с вами. Это Бог делает, разумею, все это только Бог. Матфея 10, 41. Кто принимает пророка во имя пророка, получит награду пророка. И кто принимает праведника во имя праведника, получит награду праведника. Слава Христу! Василий Лапкин пишет. У меня теперь другая просьба к вам с братьями-то. Прошу ваших святых молитв Господу о моей супруге Наталье. Вчера после обеда она повезла мою маму на рынок за продуктами. Я неблагополучно сделал покупки в разных местах, и последней их точкой была заправка. Она заправила машину и все поехала в сторону дома. Как только они отъехали от заправки, у Натальи началась головная боль. По дороге она усиливалась. Моя мама предложила ей остановить машину-то. Но она говорит, потихоньку доеду. И потом она еле как доехала до дома. Я как раз дома был. Даже загнать во двор машину она уже не смогла. Боль в голове усилилась. Она у меня из тех, кто не жалуется по мелочам. И даже в сильную простуду ее не уложишь. Постоянно суетиться. А тут она сильно мучилась. Давая пару таблеток, не помогло. Кое-как усыпил ее массажем шеи. Ну, как давать таблетки, когда не знаешь от чего? Это только во вред. Наугад. Трудно попасть. Но вот три часа ночи, и она снова проснулась, ей плохо. Скорой помощи здесь районной нету. Я вот встаю на молитву о ней и прошу ваших молитв. Не знаю, что с ней. Уповаем на Бога. Ну, а попозже придется везти на машине в город. Вот Хворостовский болел, Задорнов. Они все одинаково. Здесь Золотухин Валерий. Голова. Рак мозга. Не дай Бог, конечно. Ну, мы старались, помолились. Василий ответил. Спаси Христос. Вроде уснуло хоть маленько. Пусть поспит. Бадещан Дмитрий. Игнатий Тихонович, можно спросить, что делать, если борода будет до земли? Если будут неудобства какие-либо. Неудобства какие-либо. Такое возможно? Еще хотел спросить вас. Если я не ходил в церковь, а я живу в Италии. Вы не знаете, есть ли тут церковь, в которую вы бы посоветовали пойти? Я отвечаю. А вы посоветуете мне, где тут храм в Барнауле, вблизи нашего дома? А насчет бороды вы лукавите постоянно. Не троньте ее, и она сама даст вид, какой ей назначил Господь, создатель человека по образу своему. Вот здесь, на странице 258, в книге к истинному православию, сказано о бородобритии. И показываю. На жития святых о бороде. Вот я послал 1 января Василий Великий. Борода до пояса. Ефрем Сирин тут почти без бороды. Вот такое дело. Ефимий, борода с проседью большая, описывает. 5 января, Савва освященный. Упал в яму у мертвого моря и опалил бороду и лицо. Борода больше не выросла. Осталась только небольшая и редкая. Благодарил Бога за то, что нечем теперь хвалиться-то красотой бороды. Безбородом молодым повелел жить отдельно и давал им опытного наставника. Георгий Хазевит. В монастырь не брали, пока не вырастет борода. Сегодня для монастыря никто не готов тогда. 11 января, это по старому стилю, жития святых, Феодосий Великий, из бороды Маркиана осторожно взял зернышко и велел отнести в пустую житницу. И они стали полными зерном. Он сказал, это ты умножил хлеб, ибо из твоей бороды зернышко. 19 января, Макарий Египетский, увидел в храме Инока, борода почти до пояса. 22 января, Анастасий Персиянин, приговорен к арестантским работам. Мучители рвали за бороду. 10 февраля, Харлампий. Мучители жгли бороду ему, положив угли на нее. Но из бороды вырвался огонь и умертвил 70 человек. Вот это огнемет. 19 марта, Иннокентий Комельский, безбородых не постригал. 27 марта, Ян Прозорливый, старый, 90 лет, и бороды уже не было. То есть многое выпадает. 28 марта, Иларион Новый, бороду осмолили. 31 марта, Ипатий, волосы на голове и бороде белые, как снег. 14 апреля, Иоанн и Сафий, не желали стричь волосы на бороде и голове. Поэтому их узнали. 20 апреля, Александр Ошевский. Небольшая борода с проседью. 8 мая, Арсений Великий, борода до пояса. Дионисий, 1 июня, борода до груди. 9 июня, Александр, среднего роста, борода круглая, густая, до груди. 19 июня, Ануфрий, борода до земли. Вот и дошли. Есть такой, был один. Ну и что, подбирал и подпоясывался, или как. 23 июня, покаяние Феофила. Дьявол гладил его по бороде и целовал в уста. 4 июля, Андрей Критский. Жил при Константине, бородатом, царе 658-685 годы. То есть бородатом. А Стюон, 7 июля. У него длинная борода. 4 июля, Андрей Критский. Жил при Константине, бородатом, царе. 658-685 годы. 9 июля, Фёдор Эдесский. Михаил продавал рукоделие. Он был молод, борода едва пробивалась. 18 июля, Ян Многострадальный. Змей захватил его голову пастью и опалил бороду. 21 июля. Семён, юродивый. Хлеботорговец вырвал ему бороду. 1 сентября Семён Столпник. Когда он умер, то патриарх хотел взять один волос от бороды-то. И рука отсохла. Вот тебе и мощи резать. 21 сентября. Дмитрий Ростовский. На вопрос ревнителей старого обряда, которым угрожали казни, за ношение бороды, сказал, «Пусть отрежут бороды, вторая отрастёт, а если голову отрежет, вторая не прорастёт». И написал об этом брошюру, которую Пётр Первый велел напечатать, ибо она ему понравилась. 8 января. Трифон. Борода Аки серповидна, пошире и тупая. Прохопий. Борода подоле Козьмина. Значит, длиннейшей мухазьмы было. 14 октября. Назария. Кельсия. Через много лет оказалось, что у святых бороды в огробе, как отмытые, и благоухают. 24 октября. Нестор. Молот, красив, борода едва проступала. 20 ноября. Прокол. Видел апостола Павла, склонившегося над златоустом. У Павла большая, широкая борода. На передней части головы нет волос. 28 ноября. Степан Новый. Бороды опаляли, резали волосы. 9 декабря. Степан Новосиятельный. Был старый. Волосы на голове и бороде, и зубы уже выпали. 14 декабря. Фирс. Жрец Калиник обратился и остриг волосы на голове и бороде. 15 декабря. Степан. За бороду влачили в больницу. Ну, вот сколько моментов жития святых о бороде. Ну, не написано, чтобы сам человек ее стрих. Это невозможно. Это нельзя делать. Совсем никак нельзя. Но вчера получил человек, один альтер из Израиля, нашей книги. Могу даже показать. Ну, почему-то тускловатое фотография. Еще тут нельзя сделать уже. Вот он. В кисленном православии. Видно внизу Евангелие. Вот три Новых Завета. Трехтомник наш. Ну, очень так туманно, но все равно можно рассмотреть. Благодарит очень Бога. Вот. Посмотреть еще у нас есть. Какое-то тут такое. Лагерстан. А, я зашел в интернет. Да мне подсказали тут братья. И там, где приезжало 24-е телевидение к нам, Афанасьева Анна снимала. И о ней ролик свой там сделан у них, не мой. И под ним много отзывов. И вот какие отзывы? Вот они сделали там это так. Она снимала 4 часа. А то, что взяли из этого, это там и 5 минут. Нет, и 4,5 часа, и 5 минут почти нет. Кто-то другой составляет. И вот отзывы. На нашем видеоканале «Восвяти Библии» и открытым оком. Около 627 видеороликов о нашем православном детском трудовом лагерестане в честь священномученика епископа Климента Анкирского. Вот. В 312 году Климент был казнен. Теперь вот я буду останавливать и смотреть. Это название. Название, ну, по-другому тут система пока так сделана. Сами считайте, где нужно останавливать. Себе сохраните это. Вот дальше. Я просто покажу, какие это ролики. Так называются и где они находятся. Ну, вроде бы, большой ли вопрос. А видите, сколько приходится. И вот, скажи, вот это все, где лагерь участвует. Можно было узнать? Нет? Клевещет? Ну, приди, узнай. Вот так. Дальше один пишет. Какой-то здесь. В чем увидел служитель РПЦ лжесвидетельствование? Лукавит гад. Конкурентов РПЦ не потерпит, потому и клевещет. Война за умы из серпа. Это из Кемеровской епархии. У них он там занимает определенный пост информационного отдела. То есть лжецы. И вот такая морда кривая. Даже лицом трудно назвать. Сказал он и во что превратил. Жирный такой стоит и лжет. И зачем оттуда они взялись? В Кемерово искали, кто против. Рядом есть верующие, священники в Барнауле. Кто-то со мной встречался, митрополит. Им это не надо. А знали, там против? Лжец живет. Ну и пожалуйста, любого поганца возьмут. А его все сейчас костерят. По всем костям. Он залез туда. У Дарсов Евгения. Его найдите там. Найдите. Подойдите, спросите. Как он видел то, что говорит? Где он видел? Дети убегают. А я учил же свидетельствовать. Да я не знал ни одного ребенка. Гонят в одном городе, бегите в другой. Вот пишет. Год назад еще было тоже. Война за вам и сердце. Какой-то Алекс год назад. Сложно удержаться от мата. Много матерков я тут стер просто матерно. Нашли с кем бороться-то. Живут себе в общине, никого не трогают. Свой уклад жизни. И неспроста воспринимают Роспотребнадзор и прочие службы, как враждебные. И у самого склада сопричитление, что власть антинародная. И в каком месте главу общины ставят выше Бога? Где? То есть это придумывает поп тут стоит. Лжец коварный. И где он учит детей обманывать? Ясно показано, что Игнатий объясняет, как действует сущая визита врагов. Оставьте людей в покое. Вы еще со своим свиным рылом заявитесь к староверам и сгоните их, как стадо баранов у города. Кто вас просил соваться в чужой уклад? Испокон веку живут так люди и здоровее будут всякого цивилизованного. И поп тоже ажа. Явно заказуха на травлю. Мермидель. По-моему, РПЦ и есть настоящая секта. Свечи, записки о здравии и многое другое, за что нужно платить деньги. Думаете, это хотел Христос? Южная Пальмира. Лапкину нужно помочь. С покон веков Русь так жила и будет жить. Игорь. Вместо того, чтобы вбухивать многомиллиардное средство и никому не нужную плитку на дорогах Москвы, лучше бы этим людям помогли. Черки какие-то. Нашли нормальных людей и испортили им жизнь. Какое-то скотское отношение государства и его чиновников к нормальным людям. Максим Максимов. Дорогой народ, Игнатий Тихонович – это незаурядная личность, настоящий самородок мирским языком. Но на самом деле такие рождаются раз на сто лет. Он полностью подчинил свою жизнь служению Господу Богу. У него величайшая широта мышления. Поэтому он в православии. И хоть враги и гонители пытаются записать его в секту по узости интересов и отсутствию страха Божия. Конечно, Игнатий Тихонович, как ярый борец за чистоту православия, мешает многим «сектоведам» и их хозяевам. Ведь секты многочисленные, типа свидетелей, теряют своих адептов. Народ переходит благодаря труду таких подвижников, как Игнатий Тихонович, в РПЦ, а не в общину. И многие знакомые с сущением Лапкина, сущением в кавычках, даже начинают платить десятину десятину в храмах РПЦ. Считают святой Евангелие, не покупают в храмах, требуют, чтобы священники крестили, как научил Господь. Мужчины узнают из Библии, что Господь запретил трогать бороду. Девушки и женщины ведут себя и одеваются целомудренно. При этом люди не пьют, не курят, не матерятся, не обманывают, не прелюбодействуют. Прям сплошное сектанство. Если это сектанство, то кто тогда такие, как мы, игнорирующие буквально Слово Божие самого Творца? Анна, возможно, не специально озвучила такое понятие, как учение Лапкина. Но никакого учения-то нет. Есть учение Иисуса Христа. А Игнатий Тихонович его только распространяет всеми доступными способами. Когда были магнитофоны, еще при Союзе он ночами записывал бесчисленное количество радиокассет. Там и Иоанн Затаус, и Библия, и жития святых с первого века христианства. И, кстати, отсидел три раза за Слово Божие. Многие из нас готовы на такой подвиг? Пришли современные технологии. Игнатий Лапкин, несмотря на возраст, и их освоил, и все ради благовестия. Простому мирянину Игнатию пишут письма митрополиты, приезжают в гости. Наверное, не просто комаров покормить. Дай Бог нам всем терпения и любви. И, слава Богу, что есть такие люди, как Игнатий Тихонович. Что-то Ван Ван пишет. Лучше в такой лагерь отдать ребенка, пусть со спартанскими условиями, но там он вряд ли научится дерзить старшему, лениться, ругать саматом. А главное, в 8-13 лет уже девственность потеряет. Как во многих лагерях, которые одобрил с большую букву распотребнадзор. Лапкин делает правое дело. Валерий Соломатин. Какое лжесвидетельство? Много вопросов. Очередной раз убеждаюсь лицемерию лжи священников РПЦ. Как же ему не стыдно. Этого ударцеву Евгению с Кемеровской епархии. Совесть у него есть? Хоть грамм. С улыбочкой ехидной врет волчара. Дай Бог вам терпения, Игнатий Тихонович. Уважаем и любим вас. Спаси Христос. Наверное, 20 восклицательных знаков. Не было бы ничего, если бы не было... А то ролик не мой. Дмитрий Гринченко. Игнатия смело можно обозвать современным святым в нынешней лживой чиновничной России. Кто с его биографией и делами незнакомо пытается осуждать, те далеки от объективных оценок. Стыдно пребывать в невежести, господа. С кем в стране жить детям желаете? С Роспотребнадзором, с чинушем и кремлетроллями? Евгения Ковалишина. То, что этот дед уже как 30 лет таких сетантов православия обращает, некоторые священниками становятся, да только явно не теми, кто на дорогих машинах с охраной ездит и мутит обналичку через постройку одного-двух-трех храмов на одном участке, в которые по 10 человек ходят. О нем еще после перестройки фильм снимали. Златоус из Потеряевки. Фэм, фэм. Вспоминаю свое детство. Все дачники были такие, дачники в загородных пионерских лагерях. Туалет на улице, будка с дырой в полу. Столовая такая же вместо молитвы, линейка с речевками. Никто не болел, никто не травился из детей. А сейчас из нежели детей-то. Никакой дисциплины и строгости. Все правильно Лапкин делает. Хоть несколько человек, но станут настоящими людьми. Я повторяю, что я здесь взял не все подряд. Которые врут, они врут все. Чему учиться? Батерками гонят. Вы сами зайдите на этот у них сайт и посмотрите. Южная Пальмира опять год назад. Путин, помоги им. Это же наша Русь простая. В Лаптях сколько веков наш народ проходил. Мужик есть мужик на Руси. Табачная биржа. Лапкин один сделал для христианства больше, чем тысяча попов вместе взятые. Хочется сказать, завидуйте молча. Как вас звать называется? Блин. Да жирные священники на лексусах и лент-крузерах с кучей золота и живущих в двух-трехэтажных особняках. Вот настоящие враги народа. Прикопались к деду, который как может так и пытается помочь хотя бы детям. И вообще, чиновники это враги народа. Если бы Лапкин дал бы в лапу им, то сто процентов как отстали бы. Но он нищий. С него нечего взять. Котам. Пригласите детей к психологу. Пусть узнают, как на них влияет этот отдых. Возьмите анализы, проверьте здоровье. А придирки по поводу качества воды в пруде – это глупости. Всяко лучше, чем шляться во дворах и маяться от безделья. Я хоть и атеист, но наблюдаю за современными детьми. Часто боюсь представить, кто из них вырастет. Бабы задолбают Лапкина. Валерий, где они этого священника, балбеса, нашли? Надежда, тише. Настоящие православные христиане. Слава Иисусу Христу. Роза Нестерова. Игнатий Тихонович, православный, здравым умом. Что не скажешь о православных священниках, которые даже не имеют понятия о рождении свыше? Женя Житков. У нас так пол России живет. Каждая третья деревня их тоже надо закрывать? Позор руководству. Главное, не руководству, а руководству. То есть руками только машет. Руководитель. Инногормон. Нет в Игнатии Тихоновичей лжи. Елена Соренкова. Смотрю канал Лапкина во свете Библии. Два года. Один из самых интересных. Особо беседы по скайпу. Лозерс. Это что, РПЦ так сполошилось по поводу десятины? Александр Гвиби. Тот, кто живет праведной жизнью, всегда будет гоним. Так сказал Христос. Да и все желающие жить благочестиво гонимы будут. Добавляю. Максим Чернов. Дело не только в Потеряевке. Это в любой общине такое происходит. Это таким образом сначала впускает людей на их земли по договору аренды. А потом, когда эти люди облагородят землю-то, документацию оформят, тогда эти земли приобретают цену. И вот тогда начинаются вот такие проверки и облавы. Чтобы согнать этих людей с их земли, нужен только повод. Поводы уже наработаны, есть разные схемы. Даже используют ту же самую церковь, которой выгодно полить грязью-то. Это старообрядцы, раскольники. А официальная церковь этого никогда не поддержит. Канал «Восвете Библии». Кому будет интересно продолжение событий, добро пожаловать на наш канал «Восвете Библии». Снимаем все, что получается снять. Деревенская жизнь такая, какая она есть. Отсюда и нередко называют наш канал «Дом-2» по-деревенски. Калиента, элита. Свиньи придут, все сожрут. Синьор Робинзон. Буду следить за новостями из лагеря Стана, Игнатия. Иван Душа. Игнатий, молодец. Сергей Козлюк. Поддержали бы, поддержали. Стыдно. Страна, имеющая колоссальные природные ресурсы. Ходят, выжимают последнее, что есть и осталось. Страм. Лариска Иванчук. Ваш Лапкин сидел 16 лет в лагерях. И при этом всех закладывал начальникам тюрьмы. Чему этот зазвездившийся дурень может научить детей-то? Посмотрите, как и на каком белье спят-то дети-то. Люди, его надо судить за этот дебилизм. Я ее взял, специально показать эту Лариску. Тут матерков нету, но как может, она так уже выразилась. Зулихат Ропотова. Поддерживаю Лапкина. Нашли кого прессовать. Молимся с вами, чтобы все разрешилось, как Богу угодно. Алисей Куракин. Сами ничего сделать-то не могут. И другим не дают ничего делать и жить. Лишь бы все сломать, погубить и разрушить. Не дают мужику нормально жить-то и трудиться. Куда русскому мужику подать-ся? Везде жмут. И жить не дают. Это раньше рассказывали, как анекдоты. Два цыгана на базаре стоят, говорят, в колхоз загнали. Нас тоже загнали. Ох, жмут. А блин, садя, жмут. Кто? Да кто? В ботинки. Да ты ж босиком. Ну, потому и не надел. Нет бы помочь, но они это не хотят. Буржуи. Как отбирали, русскалащили мужика, так до сих пор и поступают. Работяк убирает и плодят лентяев и одних тунеядцев. Деревня брошенная. Было ни к кому, дела не было до нее. А как деревню подняли, так захотели что-то с нее урвать и поиметь. Большая просьба к властям. Больше пользы будет, если не будут вмешиваться и мешать людям правоверным жить. Артем Прохоров. На обычной машине не добраться. Приврали знатно. Да протерявки не добраться-то. Пусть едят на гремящий ключ и посмотрят на дорогу к нему. И все равно люди умудряются доезжать. Даже на советских пузотерках. Правда, доезжает одна из десяти, а остальные-то в дороге и погибают. Вия. Людей этих оставьте в покое, не мешайте. Если чем вы недовольны, как живут они, в каких условиях, помогите им. Но не забирайте детей, хорошими вырастут. Николай Неговоль. Игнатий Тихонович делает большую работу. Такую нужную для государства и общества. В любой нормальной стране таких людей находят, поднимают на щит и ставят всем пример. Антон Антонович. Людям жить дайте спокойно. И так, сука, народ превратили в быдло. Без морали, совести этим жить не дают. Алена Миляви. Какой этот священник-то неприятный. В отличие от настоятеля православной. У нас однозначно общины. За чиновниц вообще молчу. Линейка. Какой-то странный работник церкви. Если бежать, это значит врать. Это говорят об ударстве в Евгении. С Кемеровской епархией. Чушь все это. Вот он на свой хребет ему. Какой я шлюз со всех сторон. Он не может не болеть. Он будет болеть. С черной занозой в мозгах. Алекс. Магазины России воняют от тухлых, испорченных, просроченных продуктов. Цены на них растут на глазах, как грибы. Вода в городах грязная, серая, желтая. Миллионы людей ее пьют и варят еду. Никому до этого дела нет. С этим никто бороться не будет. Ведь там миллиарды людей. Провокационный фильм поставили. Со злым умыслом. Хорошо заплатили, чтобы снять передачу и облить помоем людей, которые деревню на ноги поставили. Марина Михайлова. Еще никто не смог его аргументированно в чем-то обвинить. Пытается только типа таких полуеретиков, католиков, как этот бритый человек на восьмой минуте. Повторяясь, Кемеровская епархия у Дарцев Евгения. Самое главное, Лапкин принадлежит нашей православной церкви. И поэтому никто не имеет официально права называть его сектантом. Но у него действительно на некоторые вещи свой взгляд. Так он и не священник. Чтобы держать свое мнение при себе. Имеет право высказываться. Короче, все по чесноку. По-честному, значит. Вместо проверок лучше помогли, построили домики для жилья и продукты привозили. Что же за сволочи-то, Серега Брянский? Да этот хлястик-то на восьмой минуте-то, повторяясь, Кемеровская епархия и Евгений Ударцев-то. О чем он говорит? Пусть посмотрит на Ютубе, где пьяные попы вываливаются из двух сотов круизера и накачают права. Да и пусть про гундяя побольше узнают. Короче, не верю я в наши РПЦ. Все они одними ромазаны. После Алексея II нынешний гундяй вызывает только отвращение. Двадцатка восстанавливает знаков. А Андрей, зомби-ящик, что тут скажешь? Ну, дальше говорю, во свете Библии везде не предают. Вот я показал опять, где наши находятся ресурсы. про детский лагерь. Вот это можно просчитать. Тут в новичках расположены хорошо. Ну, ухватите, что ухватите. Это я ролики выбрал. Больше семидесяти роликов, скажется, восемьдесят пять. Вот. О нашем канале я объясняю. Это все ролики, столько роликов. Представьте, об одном лагере. Это много лет лагеря, это сорок пять лет. И все снимаем. И что интересно, не было вреда от того, что люди узнали. Дальше. Фрай Синя. Посмотрите на рыло Гундяева, на все его яхты, имущества, дворцы, автомобильные парки и так далее. И все вам станет ясно. Знамы, откуда корни растут. Виктория Шустова. С чего докопались до Игнатия Тихоновича? Он с чего в государство просит? Ничего. Ну, какого рожна? Правда, пишет. Нашел кому интервью. Странно, что еще в педофилии и каннибализму не обвинили. Антон. Эти шакалы из власти и сраные журналюги-то везде залезут. Погань. Гнать их поганой метлой. Андрей. Снимали 4 часа на резко 15 минут. Так из 15 минут они все брали из наших роликов-то. На свои-то 4 минуты только. А брать из наших роликов могли и в Москве. Как они просились. Прилетели вдвоем. Ролик-то заказной. Просто не знаю, кому нужно было опорощить этих людей. Храни вас Бог. Вася Пупкин пишет. Пидорасы, на обычных людей наехали. Ильяс Казимов. Посмотрел этот материал, просчитал комментарии, выскажу свое мнение. Не буду комментировать высказывания, которые тут представлены. Я считаю, что Игнатий Лапкин – пример для подражания многим современным чиновникам. Представитель комитета по образованию. Кроме всего, что она сказала, в конечном счете высказал фразу. И ответственность понесем мы. О, вот многие из нас недовольны тем, как мы живем-то. А причина в том-то, что таких чиновников у нас отсиживаются в разных структурах. Раз вы несете ответственность, тогда вы должны помочь этому лагерю, чтобы минимизировать возможность каких-либо чрезвычайных ситуаций, а не просто закрыть лагерь. И потом спать спокойно, сидеть на административном кресле и получать заработную плату. А я, как налогоплательщик, не хочу, чтобы такие руководители таким образом решали эти вопросы, так как они получают зарплату из бюджета. Есть лагеря, которые в основу всего ставят его коммерческую составляющую. То есть это бизнес, это зарабатывание денег-то. А в этом-то лагере нет такого. Раз так, тогда помогите им. Станьте в правовое русло и продолжите свою деятельность. Тут еще можно прокомментировать то, что раз есть желающие родители в таком виде отдыха для детей своих, то есть спрос, значит, должно быть и предложение. А Роспотребнадзор взял и своей рукой одним махом запретил лагерь. Короче говоря, все это печально. Дима Нехайщик. Как ни глянь на папы, будут палки в колеса вставлять. Мал секта и так далее и тому подобное. Ну, мал, нет, не водоем, сансправки. Это бред, я вырос в деревне, пил из болота, купался в карьере, где добывали мел. Не умер же? Морозко. РПЦ это вонючая секта гундяевская, ничего общего с православием не имеющая. Русич. О, как все плохо-то. Нашли на кого травлю везти и с кем бороться-то? Нашли, блин, грозу и террористов-то, наркоманов-пьяниц. Ну, конечно. Там же нет в лагере пьянца-то, распутства, наркомании, педофилии, гомосексуализма, матерщинства, убийства, террора. А раз нет этого всего, значит, с этой общиной нужно бороться. Делать и заняться вам, ученые, государственные мужики, что ли, нечем. Порядок полный, что ли, в стране. Нет бездомных, нет голодных, значит, все уже четко и гладко. Да, господа. Что вы цепляетесь к нормальным, хорошим людям, и вместо того, чтобы хоть чем-то помочь на благо народа нашего, только мешаете. Присепились, нет бумаг на продукты и так далее. Формалисты. Зато в госучреждениях, в детдомах, в домах престарелых, во всех наших школах все хорошо. В магазинах все хорошо. Народ не травится суррогатами продуктов-то и паленкой-то, и поэлом, и документы у них все в порядке. А народ-то гибнет. Позор формалистам, государственникам. Руководитель информационно-апологетического центра говорит, что учение о рождении свыше сектантское. Что за ересь он говорит-то? Этому учил Иисус Христос. Считаем Евангелие от Иоанна 3.3. Иисус сказал им в ответ, истинно, истинно, говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие. Надо же, находятся люди. Еще раз говорю, не я это. Мне вчера только показали, я и не знал, что такое есть. Эти руководители сами ничего не знают. Писание им не открыто, только знание человеческое. А познание от Бога нет. Евангелие от Луки. 11 глава, 52 стих. Вот прямо тут написано. Евангелие это. Горе вам, законникам, что вы взяли ключ разумения, и сами не вошли, и входящим вас препятствовали. Елена Духно. Ну как же не вмешаться-то? Ведь их первостепенно, эта задача, испортить людям жизнь, украсть, убить и погубить. В нашем городе 24 августа купали слонов на городском пляже среди белого дня. Где был Роспотребнадзор? Николай Астахов. Евгений Ударцев запутался, судя по его речам. Все, кто бегает и не говорят, лгут, выходит. Этот человек обучает детей в разе лжесвидетельствовать. Это он говорит. И далее в расшифровку своего обвинения мысли приводит никак не подтверждающие только что выдвинутое обвинение факты. Пять ударов, бежать и молчать, не разговаривать. А Лапкин учит засвидетельствовать. Ну как засвидетельствовать, когда не встречайся. Елена Боброва говорит о том, что заключения по полному состоянию воды нет. А какие последствия от этого и какое в итоге заключение было, никто не говорит. Кто пострадал-то? Еще одна. Эй, поп, где ты видишь смесь? Ты сам смесь. И в голове у тебя смесь. Ты говоришь, не понимаешь что. И вопрос, откуда ты берешь то, что говоришь-то? Такое впечатление, что ты из другой планеты. Тебя бы Лапкин быстро загнал туда, откуда ты вылез-то. Попадись ты ему на глаза. Медвепутинский ублюдок пишет. РПЦ со своим уставом везде лезет. В откровениях написано, выйди из нее, народ мой, иначе приду и истреблю. А суды начнутся с Дома Божия. Так что, кто верит в Бога, выйди из церкви православной. Наталья Домнич. Тихоныч, Божий человек. Я же не ударцев, а этот, а Женя, а я уже говорю уже, а Женя-то ударцев с Кемеровской епархии. Ты омерзителен и заискивающий, так смотрит на интервьюера, как будто ждет конфетку или еще какое лакомство от вопрошателя-то. Бог вам всем судья. Спаси Христос. А Алексей Бочкович, этим непотребнадзором дадут волю, а они и живьем людей сжигать начнут. Логика-то какая у них. Пусть идут, целуют Ленина в лоб. Ни души, ни духа. Пусть еще больше от мертвого мертвеют, чтобы все от них шарахались. Райхань Джанакова. Поп комментирует, а сам Бритый, а все туда же, судит. Карл Лак. Снимали одно, а смонтировали как надо каналу. Вадим Антоненко. Ударцев, видимо, не в курсе учения о рождении, это свыше. Егор Домнич. Лишний раз убеждаюсь, что все заигрывания со свободой совести надо заканчивать. Официально признать РПЦ государственной религии, а все проще изводить под корень и неуклонно прививать гражданам материалистическое мировоззрение. Странник пишет, оставили бы в покое людей. Валентина Пивень. Игнатий Тихонович, сделайте отдельное видео, комментируй это видео. Валентина, сделал уже, есть. Не всем по силам пересмотреть все ваши видео, которые касаются лагеря Стана детей. Допустим, я знаю все видеоканалы. Отлично. И про лагерь Стан тем более. Но тысячи людей-то не знают этого. В аэропортаже Анны много эпизодов, которые засияют новым светом. С вашими-то комментариями. Я тоже сделал. Благодарю. Дмитрий Стукалов. Дресс-код. Это гвоздь в голову. Начальника района в топку. Юлия. Священника этого. Жирнявого. Повторяю ударцев Евгений из Кемеровской парки. Поразило видео. Легко представить, как он живет в блуде. Все мимические складки его неблагородного лица подсказывают это. Интересно. Вот я смотрел на лицо именно так. Блудливый, походливый. И поэтому его поставили. Они опозорились. Даже, ну, никто не пошел. Уже последняя степень разложения, видимо, человека высказали лгать. Алик говорит. Понаехали бюрократы. Вадик. Власть кремлевских жидов устроили геноцид народа. Нет, какой-то еще пишет. Если хотят жить вдали от людей, пусть и живут. Но сами, если хотят жить вдали от цивилизации, пусть пользуются тем, что сами вырастили. А так очередная религиозная секта по окущению маленьких девочек. Вот только что записали. Ну и показать наши ресурсы, чтобы знали, куда обратиться. Это вот наш сайт. Это в мой мир. Очень люблю я эту систему. Вот сколько вы выставили мы. Каждый день выставляем. Вот сегодня у меня 11 роликов. Вчера 10. Позавчера 11. На ютубе. Ну и они все перетягиваются сюда. Дальше православный форум. Вот здесь форум во свете Библии. У нас все так называется. И наш видеоканал во свете Библии. Вот он. Сегодня ночью проповедю в стихах поставил я. Третий открыл. И отдельно проповедю в стихах. Книжка отдельно. У меня 5 книг по стихам. 4 по 800 страниц. За 9 лет это написано. И вот который там мужчина этим занимается. Ну красиво все сделал. Сергей Новиков. Сергей Александрович. Вот я даже могу показать, как она выглядит. Вот смотрите. О. Это будет послезавтра выставлено. Ну ладно. Возвращаюсь назад. Показать дальше. И вот выходит еще это. Поставили книга, которая по 700 страниц. Вот она как. Посмотрите, как она выглядит. Вот первая страница. Посмотрите, как он ее сделал. Вот это здесь. Ну и наш видеоканал. Не видеоканал, а во свете Библии сайт. По нему работаем. Ну а на сегодня вот это все. Во славу Божию. Продолжение следует... Корректор А. Корректор А. Калина. Корректор А.